Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. С двух лет общаемся с подругой, пишите вы. Это достаточно много. До тридцати четырех лет желание с парнем лет пять. В остальное время часто была с вами на отдыхе. Как вы пришли к тому, чтобы вместе быть на отдыхе? То есть как-то это у вас случилось, что вы звали её на отдых к себе или как? То есть это же произошло не сразу, не вдруг. Это произошло постепенно. Я так думаю, что вы в качестве такого своего рода обычая начали рассматривать совместный отдых. Кроме того, забегая чуть вперёд, я хочу сказать, что у вашей подруги есть явная проблема с общением, как мне кажется. Дальше. Сейчас у меня семья, трое детей, она одна. И по привычке я её всегда зову собой. Ну вот, эм, говоря о, эм, говоря о привычке, говоря о привычке, хочется сказать, что это ваш выбор. Ваше решение. Да? И чем-то вам эта привычка, ну не знаю, какую-то выгоду она вам несёт. Дальше. Теперь мне это некомфортно по многим причинам. Муж не сильно рад, мало места в машине, вечно не хватает кровати и т.д. В большей степени я рада, что она ходит со мной, отдохнёт, иногда дико битит, что братец я видел. И выход я не могу, блюдо обидом. Ну, смотрите. Вы, вы её жалеете, вы её опекаете, вы выступаете для неё родительным, а значит оспариваете справедливость её существования, справедливость её, ну, жизненного пути. Вы ставите себя выше, раз позволяете себе её жалеть и почему-то боитесь её обид. Точнее, считайте, что вы можете обидеть человека. Ну, здесь я бы, конечно, обратил внимание на ваши личные границы и то, как вы выстраиваете их, эти самые личные границы, с другими людьми. Дальше. Чувство вины. Чувство вины, как правило, родом из детства, связано с проблемами личной ответственности, с невозможностью отграничивать свою ответственность от ответственности других. Их со склонностью действовать на ожидания других людей, то есть желание оправдать ожидания других людей, желание быть хорошей, вот, желание угодить. То есть, это вот, с этим надо бы поработать. Так, насчёт жизнь за свою вину, да, то есть вы считаете, что вы ей должны. Получается. Раз вы испытываете вину. Я бы спросил, а как вы пришли к тому, чтобы считать себя должной ей? Мне дело-ка её, на каком основании, ну и быть вечно привязанной к кому-то я не хочу, причём желание, желание поехать с кем-то у него нет. Правильно, зачем, если есть твой? Ждёт меня, пока позову, как не обидеть человека? Никак, если человек хочет обидеться, он обидится. Здесь я бы, конечно, как я и сказал, поработал с личными границами. Вот так мы далее, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!